Здравствуйте, рады мои. А кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот это видео про вакцину от папируса. Вот смотрите, подумайте, вот чтобы делать вакцину или какое-то лекарство, годы проходят, годы. А здесь что-то моментально, вот прям торопятся. Получается, обследования конкретно не прошли и все остальное. А торопятся почему, рады мои? А по двум причинам, рады мои, мое мнение такое. Первое, что пройдет полгода, год еще, и люди просто перестанут верить в этот папирус, в эту болезнь страшенную. Второе, тоже опасность для этих государств, потому что сейчас же все позакрывалось. И уже практически в больнице не принимают все остальное. И люди, получается, как-то живут. Те люди, которые ходили вчера еще каждый день на приемы, что-то проверялись, сейчас их не пускают в эти больницы. И вдруг поймут, что медицина-то им не нужна по счету-то. Так, в большом смысле-то. Постоянно-то. Конкретно что-то прибыли. А так вот по пустякам-то получаются пустяки. И можно жить спокойно без этого государства насчет медицины. Помогите, что интересно? И еще что, согласитесь, как вот по телеку показали на днях, что в США вакцину-то сделали. Так проверили-то как, Радумы, с плацебо. Плацебо дали одним людям, на другим вакцину поставили. И что, Радумы? И типа, Радумы, в плацебо меньше выздоровления. Представьте, тут из 10 человек, допустим, 6 выздоровело, а в плацебо 5. Понимаете, это же, ну это же, да какая-то проверка, Радумы. Это же анекдот. И все лекарства так проверяют всегда, ну а тут, а тут торопятся, повторяю, торопятся. Поэтому срочно им надо впихнуть людям вот эту вот вакцину непроверенную. Что-то там такое хитрое. У меня вот даже вот это недавно видео снимал, что там пожилые люди, инвалиды, почти все отказались от вакцинирования. Ну так заранее так. А одна женщина там, бабушка там, инвалидка, мне в первую очередь так, так вот мне тут сказали, что и она теперь против. Что-то ей объяснили, и она против. Вот такой вот анекдот, Радумы. Было бы весело, если бы не так грустно было бы. Все, лайки, дизлайки, комментарии. До свидания, Радумы.